Привет, мои сладкие бритвы, мои хорошие тигрятки. Сегодня с вами снова я, Тика Натя. И, наконец-таки, я думаю, закончить с этим дневником, показать уже вам его, потому что я уже не буду его заканчивать до конца, уже невозможно в нем писать. Вот до такой степени он разбух, и он, как видите, вообще оторвался, и уже нет желания в нем писать совсем, потому что очень много негатива стало скапливаться в нем, и поэтому я думаю просто оставить его, и я уже начала новый, да. Дневник покупался в Хельсинке, и около 15 или 12 евро он стоил, и он очень классный, но я не знаю, я не думала, что он такой некачественный. Итак, здесь такая вот кучка всего того, что перейдет в новый юник, здесь из письма, потом здесь от карт Таро, кажется, календарь какой-то у меня здесь из MyShop, Затем здесь открытка, тоже из письма, затем здесь вот такие вот две дав от моей подруги, потом вот этот вот конвертик тоже из письма, мои две иллюстрации с Пьером, да, Пол Дану, мой любимый актер, вот, и флайер 50-й тенков серого, да. Ну и все это пойдет потом в новый дневник, а пока я просто это уберу. Как всегда, первые странички я не использую, и сразу переходим здесь вот. У нас записи про прошлогодний отпуск в Москве, здесь где-то дата, да, вот, 31 июля, 1 августа, поездка на машине, две мои лучшие подруги, вот, это мы на Красной площади первый раз гуляли, я нарисовал Красную площадь, здесь потом запись про Москвариум и билеты из Москвариума, и затем идет запись про Всемирный день кошек, просто разные написи, здесь, кажется, я не пропустила, нет, или пропустила, да, пропустила, потому что склеились страницы, это у нас такой закат был, розовый, сиреневый, потом это радость карту день, знаете, чай, просто вот такие записи, здесь то, что ровно год с моей операцией, это Смоленск, затем идут такие записи, здесь просун мой, это Хельсинки, делали мы фотографию, это делали мы вместе с вами, тоже Смоленская фотография, запись о том, что постоянно идут дожди, это моя иллюстрация, наклейка, затем мой день рождения, да, мы ходили в контактный зоопарк, вот он билет, 8 сентября, затем здесь идет от Кати поздравление от днём рождения, здесь идет кучка фотографий, чеки, после дня рождения от ресторана, покажу, чек, он весь выцелил тоже уже, и вот фотография, вот так вот, и так, всякие разные записи, потом здесь от Леночки, иллюстрация, затем то, что мы делали с вами, разворот на октябрь, так, 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 да, и разворачиваются всякие разные записи, когда у меня дедушка уже заболел, 7 октября я писала записи всякие, печальные, уже тогда переживала, и дальше идут самые печальные записи, поэтому, давайте сразу будем смотреть челлендж, на октябрь дневнике, вы, наверное, не видели его, это задание, как я подружилась со своими кошмарами, ну, в принципе, тут все задания подписаны, поэтому я не знаю, как комментировать, потому что я писала свои мысли, здесь я рассказывала, что я никак с ними не дружилась, я не боюсь их, они даже иногда меня вдохновляют, но бывают такие, от которых я посыпаюсь в холодном поту и в танической атаке, вот, в детстве моим самым большим кошмаром был Фредди Крюгер, я боялась до такой степени, что мне потребовалась помощь психолога, мои братья были еще теми шутниками, я уверена, что именно эту помощь я обрела этот стех, в семнадцатом году, я поборола его с помощью моего парня, вот, здесь просто про дверь, описание идёт, вот, здесь у нас идёт просто, тоже запись тревожная, здесь у нас идёт челлендж детские грёзы, вот, о детских мечтах я писала, здесь летаю во сне запись называлась, я рассказывала о том, летаю ли я во сне вообще, и как это бывает, вот, возьму лекарство от меланхолии, о том, что я люблю меланхолию, на самом деле, здесь благодарность, спасибо, кому я говорю, здесь опять тревожная запись, здесь у нас, где живёт вдохновение, называется, задание, я писала о том, где живёт моё вдохновение, и откуда я его беру, здесь у нас запись, помните, моей памяти, я рассказывала, что в нём находится, вот так он выглядит, затем, в моём сердце, я писала, что в нём, задание про ангела, и верю ли я в них, и как выглядит мой ангел, ну, я нарисовала вот такого, затем, волшебный сон детства я описывала, здесь, день из жизни надо было писать, и я выписала пару цитат, которые очень понравились мне, жизнь самое доступное творчество, и жизнь без испытаний, и это не жизнь. Затем, в моей капсуле времени, я писала, что я с собой возьму в эту капсулу, не возьму, точнее положу в неё, это книжки, обычный дневник с ручкой, видео, фото, письмо, один фильм, музыка и вырезки из газет, затем, о лучшем месяце за этот год, потом, самые счастливые мои года, теперь запись обо мне, да, любимая я называла запись, вот, и я должна была писать, о себе, наверное, кто я такая, что я из себя представляю, затем, об идеале, запись, очень нравится мне, как я формула, здесь запись, о частичке меня, из чего я составила, это типа я, вот одна из моих любимых записей, потому что здесь, я её очень так серьёзно оформляла, как видите, здесь она объёмная, тут жемчуг, и стразы, и здесь просто куча акрила, самого разного, вместе перемешку с гуашью, и оно всё вот так вот сияет, здесь у нас позолота, я добавляла её в некоторые места, чтобы строительство переливалось, на фоне смешано несколько розовых оттенков акрила, и тёмно-розовым, глянцевым сделаны вот эти вот розолоты, но мне кажется, получился очень классно, и я рассказывала про свою самую первую подругу в жизни, Spirit Animal, здесь нужно было рассказать о человеке, который я брал по духу, кажется так было написано в задании, вот, и конечно же это мама, и всё, да, вот здесь пошли самые печальные записи, которые я не хочу комментировать, просто давайте пропустим, вот здесь я нашла пасхальную открытку, очень красивую, и, не знаю, я решила её вклеить, вот так вот она выглядит, она очень красивая, затем здесь вот Greenfield, там внутри просто фантик лежит от конфеты какой-то, которую я нашла дома, и не поняла вообще откуда она, здесь цитата, тише эта жизнь уходит, все любя и все губя, слышишь, эту ночь будет вечно звёздную тебя, потом просто с мыслями всякие записи, вот здесь красавица с бандеров лежит, 2017 год наступил, это мы делали вместе, вот сочельник, затем просто пошли вот такие записи, ежедневные, и я не дописала, здесь не доклеила, это мы тоже вместе делали, и после этого я, в принципе, вот, не писала, это было последнее, а здесь я начала челлендж, да, челлендж, он назывался Краски Рядости Зимы, и я его не доделала, здесь лишь список с фильмами за февраль, которые я смотрела, вот, и, вот так вот выглядит челлендж, здесь лучше подарок, потом снежный узор, вот так он переливается, здесь у нас лак, переперняется, здесь у нас клей с блёсками, о дружбе я писала, фотка с моей подругой, затем о пряниках я переписывала стир, моя любимая кружка, здесь у меня не доделано сравнение с опрос, святочные гадания, здесь тоже не доделано, здесь задание у нас называется обнимашки, потом море внутри, тут уже всё отклеилось, затем такие задания, которые тоже не доделала, вот это сделанное задание у меня, это тоже сделано, и оно было последним, да, всё остальное пустое, здесь просто черновики, и вот так вот, да, так что, он закончен, и смысл в нём уже писать нет, потому что весь порвался, уже абсолютно неудобно, так что, я заканчиваю, вот такой вот дневник, вот, совершенно не жалко с ним же оставаться, потому что, слишком много в нём негативного, вот, и я надеюсь, что новый дневник будет намного светлее, и будет больше радостного в нём, да, всех любит, слава внимания, до новых встреч, пока-пока.